В одном из коммунальных квартир дома под Нижним Тагилом произошла странная история. На этаже с планировкой коридорного типа одна семья перекрыла доступ к месту общего пользования. В итоге 18 жителей соседних комнат остались без туалета. Спор за метр затянулся и чтобы временно решить проблему, управляющей компанией пришлось поставить унитаз на общей кухне. Все удобства оказались в одном месте. Сначала супруги этой самой перекрывшей туалет квартиры сообщили в начале апреля своим соседям, что доступ в сам узел прекращается. В следующее утро жители цокольного этажа обнаружили дверь, переграждающую путь в единственный туалет на всех. На лестничной площадке были сложены два демонтированных унитаза и поставлена плотная дверь. Так 13 взрослых и пятеро детей остались без туалета. Естественно, люди вызвали полицию. На месте происшествия органы власти проверили законность действий участников конфликта. Ну а пока суть до дела, вот эти 18 человек, лишенные элементарных гигиенических условий, днем наносили визиты родственникам для того, чтобы попасть в туалет, пользовались платными туалетами в торговом центре, а в сумерках выходили на прогулки в лесопосадке. Извините. И так две недели. Это очень неудобно в одном помещении готовить и мыть посуду, справлять нужду, но все-таки лучше, чем по лесопосадкам ходить, рассказывает мама двоих детей. В общем пользовании была большая кухня, ванная, туалет, составляющая 14 квадратных метров. За все это, естественно, жители квартир экстра платят деньги. 29 апреля жители этой квартиры подали иск в суд. Но пока дойдет дело до суда и разбирательства, им вот так и придется одновременно кому-то сидеть на унитазе и тут же готовить или, может быть, даже кушать. Это не единственный случай. Вот здесь, накануне празднования 9 мая, особенно приятно посмотреть вот такой репортаж. Через три месяца Григорию Антоновичу исполнится 93 года. Участнику тех самых первых боев на границе в составе Брестского погранотряда, герою, который вышел победителем в страшной войне, оказывается, не под силу справиться с чиновничьей бюрократией. Уже больше 20 лет ветеран пишет и обращается во всевозможные чиновничьи инстанции в надежде хоть как-то улучшить свои жилищные условия. Но мечту старика о горячей ванне местные власти исполнять не спешат. В барак провели холодную воду и канализацию. Правда, унитаз почему-то поставили прямо на кухне, буквально в метре от газовой плиты. В туалете кухня, вот. Ну вот же, готовлю, вот. Ну как, а? Ну и то, спасибо, дай Бог им здоровья. И Мария Ивановна, жена, не успела даже не ради сходить сюда. Умерла. Прежде чем я скажу свое заключительное слово по поводу того, что я по этому поводу думаю, стоит посмотреть еще вот эту интересную даму. Тур. Здесь холодильник. Телевизор. Можно, если что-то готовить или кушаешь, телевизор выключить работает. Вот. Здесь стол. У меня такая кухня в зеленых тонах, как вы уже заметили. Вот. Только вот на столе вот эту вот скотерку надо зелененькую купить еще. Вот. Вот здесь у нас умывальник. Вот, девчонки. Здесь вот зеркальце. Это, кстати, зеркало с фикс прайса. Ну, сюда я его прикрепила. Как раз само то. Вот. Вот здесь вот, кстати, девчонки, вот, вау. Здесь унитаз. Его даже, в принципе, не видно, да? Скажите же. Его даже, в принципе, не видно. Вот так прям аккуратненько в уголок вошел у нас. Вот. Мы с мужем придумали. Думаем, чтобы наша попка не мерзла. На улице не бегать. Сделаем мы себе приятное. Вот. Вот так бы даже запаха абсолютно никакого нет. Возьмите на заметку, кто в своем доме живет. Вообще, у дабняк само то. Вот. Вот это у нас пичурка наша. Тоже тут зелененькая шторочка такая висит. Все аккуратненько, все нормально. Вот. Знаете, последняя дамочка внесла все-таки некоторое разнообразие в тему. Ну, чтобы это уж не было совсем так печально. Как видите, есть некоторые, кто добровольно ставят унитазы в своей кухне, совершенно не понимая, что это не гигиенично. Что яйца некоторых бактерий могут отлететь или распространиться больше, чем на 50 сантиметров и метр. Это значит, что находящиеся рядом раковина, ну и все остальные продукты находятся не в безопасности. И как можно додуматься самим, своими собственными руками, поставить унитаз в своей кухне, это трудно себе представить. Ну, как вы видели, дамочка, все аккуратненько, все отлично. Так вот, о чем я хочу сказать в конце. Когда говорят, что такое деградация страны, до конца не понимают, что это такое. На самом же деле, деградация – это противоположный процесс культуре. Культура всегда двигает все, что происходит в обществе. Не зря говорят сначала культура, потом экономика. Многие думают, что это слова ничего за собой не несущие. На самом деле это действительно, воистину так. А в обществе, где на культуру забили, где культуре не уделяется никакое внимание, а это, господа, не только музыка, произведения искусства или какие-то мероприятия, это в целом понятие культуры, начиная от образования, от общения, создания какой-то научной базы и всего прочего. Все это включает в себя культура. В таком обществе происходит обратный процесс. Люди как бы дичают, они деградируют. Они не развиваются, культура их остановилась и начинается процесс регрессивный. Что будет дальше в этом обществе? Вот сейчас они додумались до того, чтобы поставить унитаз в кухне. И никого в этом помещении это не напрягло, потому что унитаз стоит. Они с этим согласны. Если другие люди сделали какое-то самоуправство, ну, например, в данном случае закрыли дверь, самое лучшее, что можно было сделать этим 13 человеком, это разбить эту дверь к чертовой матери, либо показать этим людям, что они с этим не согласны. Но уровень культуры, вот это рабское восприятие жизни не дает людям сопротивляться, даже когда речь идет о элементарных вещах, связанных с выживанием, о своих детях. Они лучше пойдут в лес со своими двумя маленькими детьми справлять нужду, чем, например, совместно поломают эту дверь. Они на это не способны. В результате унитаз стоит на кухне. В результате вот всей этой деградации девушка, вполне себе еще не старая, то есть не выжившая из ума, восхищается унитазом на своей кухне. Это и есть, господа, деградация, которая наблюдается, которая идет. Она идет повсюду. Вы там или здесь будете замечать в России вот эти следы полной деградации общества. На таком маленьком примере, а таких примеров будет еще очень много, практически с уверенностью сказать, что у России нет будущего. Это общество будет только деградировать. Мы будем наблюдать за этим с тревогой или с юмором. Это не важно. Главное, важно то, что процесс пошел в обратную сторону. Если в 21 веке Европа и другие страны стремительно развиваются и миром двигают идеи, то в России состояние по вот этому маленькому сюжету можно понять, что состояние хуже, чем во многих южноамериканских или африканских странах. Даже там до такого еще не додумались. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова